Те, что касается, что можно быть там и там, ну, теоретично можно. Если у Митного Союза будет зона погибленной торговли с ЕС и Украины будет, то тогда Украина может быть членом Митного Союза. Никаких суперечностей не имеет. А почему же президент прямо так и не сказал, вот так же, как и говорите вы? Вот что это за эфемизмы, да? Присоединимся к некоторым правилам. Ну, по-перше, вы знаете, что на Краины Митного Союза припадает сегодня близко 45% внешней торговли Украины. Это очень много. Ни с кем больше мы так не торгуем. Больше того, окремые галузи Украины уже фактически есть в Митном Союзе. Давно, с самого начала создания Митного Союза. Это, по-перше, высокотехнологичные галузи. Авиабудование на 100% Украины, это объединено с Митным Союзом. Виробничество оружия и оружия на 100% объединено с Митным Союзом. Виробничество космической техники на 100% объединено. То есть, нам сегодня что нужно? Там, где Украина уже давно сповпрацует и имеет закрытые циклы производства с Митным Союзом, нам нужно взять эти правила. Почему? Потому что там, где мы поставляем, например, какие-то детали, и у нас импортные миты на наши детали в Митном Союзе выше, и не имеют конкуренции, например, с белорусскими деталями, то нам лучше импортные миты, квоты и тарифы, которые существуют в Митном Союзе. Позвольте я добавлю.